здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале зовут меня светлана сегодняшнее видео мы с вами поговорим о том чего начать выращивание винограда я постараюсь для вас поэтапно разложить некоторые моменты как и что делать в случае если вы решили завести вот эту самую замечательную виноградную культуру и так начнем первое конечно чего надо начать это выбрать место для посадки и так выбор места ну все мы знаем что виноград мы не просто садим ему в дальнейшем понадобится определенной плоскости шпалеры про шпалеры поговорим чуть позже много во многих источниках вы можете встретить такую информацию что идеальное расположение шпальер ориентация это с севера на юг к сожалению есть желание есть наши возможности и не всегда мы можем сделать вот эти самые шпалеры с севера на юг ну почему во первых мы ограничены размерами нашего участка мы ограничены тем что там уже есть какие-то строения которые располагаться в определенных плоскостях но и на прямоугольном участке было бы не совсем логично например располагать что-то в диагональ потому что не все же участки тоже располагаются строго по сторонам света например вот чтобы вам было лучше видно вот дом который стоит параллельно короткой стороне прямоугольного участка и вот беседка которую мы построили в диагональ ну потому что нам так хотелось нарушить эту самую геометрию и идеальное расположение это вот это вот эта сторона вы понимаете что если бы мы на всем участке садили вот в такую диагональ наверное это было бы нерационально поэтому мы выбираем так как у нас получается при этом стараемся выбрать то место где все-таки виноградная лоза будет освещаться максимально хорошо очень хорошие места для посадки винограда это при каких-то стенках вот там мы видим соседскую баню и вот здесь у нас шпалерка с виноградом но тоже выбирая вот такую стену мы понимаем что идеал это южная стена ну либо максимально приближена к южной северной стороны мы садить не будем потому что там будет темно и недостаток освещенности а вот южные стены либо максимально приближенные к ним они они создают очень хорошие условия для посадки потому что они защищают от ветров раз и дают дополнительное тепло даже больше я вам скажу что когда у нас был сентябрьский заморозок вот в уголке там еще одно маленькое строение здесь в уголке даже листья винограда часть осталась не замерзшим в то время как остальное все везде померзло точно также здесь у нас мы садим вдоль дома поскольку если там баня была соседская мы от нее должны были отступить некоторое расстояние то здесь мы смогли сделать несколько ближе к дому и тоже мало того что растения получают хорошую освещенность они еще получают от дома тепло дом деревянный он хорошо тепло отдает но касательно например этого места с одной стороны здесь солнце приходит где-то после обеда но с другой стороны вот это вот тепло дома она позволяет винограду тоже хорошо созревать то есть недостаток света в данном случае будет компенсироваться теплом так вот имея такие места где-то возле строений более теплые более такие уютные для виноградной культуры не такие места вы можете посадить туда те сорта которые по срокам созревания чуть позже чем все остальные то есть если например выбирая место вот в эту шпалеру мы бы посадили более ранние сорта то вот здесь возле дома мы вполне можем посадить сорта по срокам созревания более позднее потому что дом даст нужное тепло и позволит винограду хорошо созреть и так с места мы определились теперь давайте поговорим о расстоянии тут все снова зависит от ваших возможностей если у вас есть большой участок и есть возможность посадить виноград рест редко это здорово но если вы чем-то ограниченный то тогда конечно можно и нужно садить чаще ну скажем так идеальное расстояние так плюс-минус это три метра между кустами и три метра между рядами но если вы вместе ограничены то на 2 плоскостной шпалере мы например садим где-то 220 расстояние в ряду и между рядами это расстояние в два метра этого будет в общем-то достаточно хотя повторюсь если место есть больше то конечно можно сделать это расстояние и большим что касается шпалер шпалера вам понадобится не раньше чем через год поэтому если вы собрались завести виноград то в принципе год а то и два вы спокойно можете прожить без шпалер и не надо сильно насчет этого волноваться то есть у вас на это будет время ну конечно сами шпалеры они могут быть одноплоскостными и двуплоскостными под видео нажав кнопку еще я вам оставлю ссылки на более подробные видео про шпалеры еще там много чего полезного там уже про все будет рассказано более подробно сейчас кратенько как выбрать две плоскости либо 1 опять основной пункт наши возможности идеал это конечно одна плоскость она лучше проветривается она лучше освещается но есть определенный недостаток места поэтому мы много где делаем шпалеры двуплоскостные и таким образом имея две плоскости шпалера мы можем несколько сократить расстояние между кустами у нас это приблизительно 220 тоже именно по посадке по формировкам где мы и что садим есть отдельное видео ссылку я вам оставлю если у вас на участке есть и 1 и 2 плоскостные шпалеры то тоже вы можете выбирать какие сорта где садить например там где место меньше там где одна плоскостная шпалера можно садить сорта более высоко урожайные к примеру потому что их надо будет ограничивать вместе например там где у вас две плоскости и все пускайте в четыре рукава туда посадить сорт который обладает большей силой роста и не таким например сильным урожаем то здесь немножко можно можно регулировать но делать это не обязательно если что-то вдруг не так посадили ничего страшного не стоит сильно это углубляться это больше как совет как рекомендации может быть как опыт нежели как руководство к действию еще чуть-чуть коснуться темы шпалер просто как-то спрашивали покажу для натяжения проволоки вот такие у нас строительных магазинов продаются такие крючки на гайку закручиваются таким образом проволока подтягивается но опять же это не обязательно это просто сделано для удобства если у вас этого нету то нету ничего страшного и еще кратенько остановлюсь на таком моменте как подвязочки у нас это вот просто такие крючочки сделаны из медной проволоки просто электрический кабель который был разрезан удобно практично многоразово есть конечно очень очень много различных вариантов и кто-то веревочками подвязывает кто-то там из пластика что-то делает мы решили что для нас вот эта штука на максимально удобно максимально комфортно один раз сделал и пользуешься потом всю жизнь после того как вы определились с выбором места повторю шпалеры вам понадобится только через год а может и через два вы приступаете к выбору сортов но исходя из ваших пожеланий и ваших возможностей отдельное видео по советам как выбрать сорта тоже есть что приобретать черенки либо саженцы ну тут вы решаете сами что вам удобнее и комфортнее в общем-то делал прорастить черенок это не так уж и сложно но требует определенных действий поэтому кто-то хочет этим заниматься кто-то не хочет тут вы выбираете сами что для вас было бы легче удобнее и комфортнее когда покупать сезон продажи черенков это осень и в принципе практически вся зима если они есть в наличии на сезон продажи саженцев это весна и осень когда садить виноград все зависит от того когда вы приобрели посадочный материал когда в принципе вы приняли решение о том что вы бы хотели заниматься этой культурой повторюсь как я уже более подробно рассказывал в одном из роликов что лучшего времени для посадки не существует потому что есть определенные факторы которые будут влиять на посадку как весеннюю так и осеннюю что для вас лучше что для вас удобнее вы выбираете сами все дальнейшие посадочно уходовые мероприятия у меня описаны в отдельных видео и я вам на них оставлю ссылкой чтобы вы могли посмотреть и изучить это более подробно помните что виноград эта культура очень благодарна она прощает многие ваши ошибки дав немножко вашего вашей заботы вашей любви вы получите прекрасное урожай и прекрасные результаты которые будут вас радовать и я уверена что приняв единожды решение о том чтобы выращивать виноград вы никогда об этом не пожалеете на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы под видео все полезные ссылки также ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты ну и до новых встреч пока